Во Всемирный день футбола губернатор Павел Коньков встретился с Ивановским текстильщиком. За текущий сезон клуб провел 18 матчей. 8 игр закончились победой. В ничью 6, в 4 красно-черные потерпели поражение. Сейчас в турнирной таблице ивановские футболисты делят 3-4 место с командой Долгопрудный. Долгое время команда шла на первом-втором месте. И, к сожалению, конкуренты, которые у нас есть, это подмосковные Химки. В личной встрече мы, к сожалению, потерпели поражение. И психологически, конечно, очень хотели выиграть, очень хотели занимать первое место. И психологически немножко, на мой взгляд, надломились. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, областной бюджет продолжит финансировать футбольный клуб, пообещал губернатор. Окажет поддержку и глава города Алексей Хохлов. Приняли решение выделить необходимые суммы для завершения сезона. А в начале года, в первом квартале, мы к этому вопросу вернемся. Ну и, конечно, главное событие встречи – назначение нового президента клуба. Им стал заместитель губернатора Сергей Зобнин. В своем первом выступлении он честно признался, пока что к своему детищу он присматривается. Планирует развивать инвестпроекты и привлекать к футболу спонсоров. Я посмотрел базу клуба, она не полностью соответствует сегодняшним требованиям и реалиям этой раздевалки, этой душевые. То есть какой-то мы проведем ремонт, я не говорю, что сейчас, а вот в летний период отпусков, то есть в летние каникулы. Это вот одно из таких, что я увидел уже на сегодняшний день. А все остальное пока в рабочем порядке. Первая задача, которую ставит новый президент перед футболистами – закрепиться в тройке лидеров. Получится ли у текстильщика выполнить поручение Сергея Зобнина, смотрите на нашем телеканале. С 10 апреля игры Ивановского клуба вновь можно будет увидеть в прямом эфире. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иванова.